Евангелие от Марка 14 главу Евангелие от Марка 14 глава Вы знаете, для меня одно из важных свидетельств того, что Библия является Словом Божьим является то, что в Библии люди показаны без прикрас показаны со всеми своими как сильными сторонами, так и слабыми сторонами Вот почему, когда мы читаем Священное Писание мы можем учиться не только на их успехах, но также на их ошибках и в том числе на их грехах Для некоторых, может быть, немного удивительно было вот когда мы в прошлое воскресенье, да? Я взял 22-й Псалом и показал, что это Псалом он, может быть, не совсем такой и духовный, как нам кажется как мы приняли считать Я отлично понимаю, что это касается наших стереотипов которые очень в христианстве распространены но я абсолютно убежден, что есть ключ, который нам дан к Слову Божьему и этот ключ есть Иисус Христос Мы берем учения Иисуса Христа мы берем заповеди Иисуса Христа мы берем притчи Иисуса Христа и именно через это мы рассматриваем все остальное в Библии Другого ключа нет Почему? Потому что если мы берем того же царя Давида мы понимаем, что царь Давид не только слушался Бога царь Давид также совершал грехи то есть мы не должны во всем копировать Давида и во всем подражать ему, правда же? если человек мог согрешать в своих поступках тем более он мог согрешать в своих словах разве нет? мог согрешать в своих словах и не все, что он сказал является для нас примером для подражания ты скажешь, как узнать? через учение Иисуса Христа вот через это мы рассматриваем если Иисус говорит нам не мстите врагов ваших а благословляйте тех, кто вас гонит и в Ветхом Завете мы сталкиваемся с теми, кто проклинал врагов то мы понимаем, что здесь приоритет не за Ветхим Заветом, а за словом Иисуса Христа иначе какой смысл ему был бы и приходить если у нас Ветхого Завета достаточно когда мы смотрим апостол Павел говорит подражайте мне, как я Христу Павел говорит, что уже не я живу живет во мне Христос и у какого-то героя Ветхого Завета мы видим я, 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 я то мы должны на это смотреть через Новый Завет вы понимаете? а не через Ветхозаветнего персонажа даже такого, как Авраам мы знаем, Авраам с одной стороны дед с верой с другой стороны он такие дела дел что нам не надо ему подражать правда же? это же касается и Моисея это же касается это же касается и Давида нельзя брать слепо все, о чем они говорили и даже все, о чем они молились как некий идеал для нас идеал для нас совершенный человек в котором была вся полнота только один Иисус Христос Иисус Христос поэтому я отлично понимаю что когда вот мы эти вещи брали в воскресенье некоторые удивлены ой, а нам так это нравится да мне тоже очень нравится потому что это так хорошо для моей плоти сколько раз у меня в жизни бывало когда вот, например вот у вас было в жизни вот человек перейдет тебе дорогу и тебе хочется прямо во имя Иисуса Христа чтобы суд Божий был явлен бывало у вас такое? в вашем христианском сердце возникали такие желания? у меня возникали хотелось, чтобы Бог покарал нечестивца и возвысил праведника то есть меня но потом, когда проходит время ты понимаешь что я праведник доказывает не то что Бог будет меня возвышать а всех остальных унижать а то, что я должен относиться не так, как проклинающий правильно же? вот в чем разница вот в чем разница мне, конечно, иногда хочется чтобы Бог так вот вот все враги смотрят а у меня самая крутая еда ну кому не хочется, а? чтобы все видели как Бог тебя любит какой ты праведный человек ну нам это хочется но мы же понимаем что за этим стоит гордость а праведной гордости не бывает гордость всегда эгоистичная и неправедная понимаете, о чем я сейчас говорю? вот поэтому драгоценные вот смотрите на эти все вещи через Иисуса Христа на всех персонажей на их молитвы потому что и тот же Давид и Авраам и Моисей и другие и пророки чего только не устраивали чего только не устраивали и для нас пример давайте не то, что там давай суд Божий придет а для нас пример это милость и прощение милость и прощение и вот смотрите вот сегодня мы с вами поговорим про Петра который точно так же столько всего бывало совершал и тем не менее Бог любит его правда же? но его жизнь для нас во многом пример того как не надо делать как не надо и вот смотрите 14 глава 29 стих вот я говорю для меня вот это доказательство того что Библия Слово Божье в отличие от многих таких святых житей жития святых всевозможных где люди после прихода к Богу становятся такими просто идеальными здесь показано что даже после встречи с Иисусом у людей у апостолов проявлялась плоть и в том числе даже после воскресения проявлялась плоть и вот смотрите Марк 14 глава хотя эта история не только в этом Евангелии но мы прочитаем именно по Евангелию от Марка ну что здесь есть одна деталь которая для нас с вами сегодня будет важной 29 стих Петр Петр сказал ему Иисусу если и все соблазнятся но не я и говорит ему Иисус истинно говорю тебе что ты ныне в эту ночь прежде нежели дважды пропоет петух трижды отречешься от меня но он еще с большим усилием говорил хотя бы мне надлежало и умереть с тобой Петр был человек харизматичный и он был таких широких жестов это был тот который всегда вот если по воде то я пойду по воде к тебе Иисус он говорил очень много таких громких заявлений некоторых апостолов мы вообще в Евангелии даже ни одних их изречений не можем прочесть мы знаем что такие апостолы были среди двенадцати но что они говорили мы не знаем но то что говорил Петр мы хорошо знаем потому что я думаю Петр был говоруном он больше всех говорил и истории с ним больше всех в Евангелии запечатлено разных всевозможных историй и он не просто говорил много он ярко говорил ярко много говорил не даром Иисус напоминает нам что в многословии не миновать греха лучше конечно думать прежде чем говорить Вот он ярко говорил, и одно из его таких ярких изречений, когда видно, что тучи сгущаются над Иисусом Христом, уже какие-то там разговоры начинают идти, и недоброжелатели, там слухи о заговорах, о предательстве, о том, что его должны схватить, то, что там на самом верху недовольны этим галилеянином. И вот Петр говорит, что если все отрекутся от тебя, то не я, не я, Господи, все соблазнятся, все соблазнятся, но не я. И это, знаете, как раз напоминает вот такую первую любовь, когда мы приходим к Богу, и у нас так сердце-сердце сильно загорается, и мы понимаем, вот оно то, что я искал всю свою жизнь, и теперь все, до конца, до последней капли крови, страна большая, отступать некуда, позади Москва. Все, ты вот такой вот уже прям христианин, ты просто до смерти и смерти крестной готов просто умереть ради Иисуса Христа. Вы знаете, я недавно слышал одно высказывание одного мудрого человека, с которым я полностью согласен, и он говорит, вы знаете, когда у людей возникает чувство, то поначалу это будет какой-то такой взрыв, такой взрыв, фейерверк там, когда голову сносит, вот, но это на самом деле не любовь. Я, может быть, в чем-то согласен с учеными, что здесь больше связано не с любовью, а с химией, вот какие-то химические процессы, и все, новизна там, и человек там бредит, начинает другим человеком. И вот этот мудрый человек сказал, любовь это то, что происходит после этого взрыва, потому что когда взрыв, человек готов ради тебя, да я горы сверну, как в том классическом советском мультике, достану тебе далекую звезду и все для тебя совершу. И потом, когда вот этот фейерверк заканчивается, взрыв эмоций начинает постепенно как-то так успокаиваться, вот что тут начинается? Вот тут начинается или не начинается любовь? Вот что начинается, настоящее. А когда люди связывают эту любовь со взрывом, то взрыв проходит, и они говорят, все, сердцу не прикажешь, любовь ушла. И вот точно так же драгоценное в наших отношениях с Господом, в наших отношениях с Богом. Поначалу бывает такой взрыв, и ты думаешь, да, вот он ответ на вопросы, которые так долго меня мучили, и вот, вот все, 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 и ради Иисуса я готов. Но в действительности за этими словами мало, мало что стоит. Поэтому, вы знаете, не нужно оболеть, вот Иисус, Он не говорит, ой, Петр, как ты сказал, ты так хорошо сказал. Мы иногда такие вещи говорим, хорошие и правильные, мы думаем, Бог так восхищен этим. Но Богу намного важнее не наши слова, а наши жизни. Мы слишком переоценим, мы берем, в начале было слово, и у нас там слово, слово, слово. У нас в начале слово, и в конце слово, и одни только слова. Но у Бога в начале слово, а потом слово становится плотью, правда же? Вот в этом весь смысл. Вот по сути, даже цель наших собраний или конференций, у нас в сентябре будет ежегодная женская конференция, опять у нас такая подготовка начинается, мы верим в особые Божьи благословения. И с одной стороны, это очень важно, но с другой стороны, все это не надо переоценивать. Да, здесь у нас хорошие слова, когда мы все молимся, какие-то вещи в духовном мире провозглашаем. Но самое-то главное начинается вот после этих фейерверков конференций. Что там происходит? Потому что здесь порой мы можем быть охвачены чисто таким вот эмоциональным подъемом. Когда вот приходишь, как-то вот и музыка прямо вот в тебе в душу вливается. Думаешь, ой, сегодня такое прославление как-то на редкость удачное как-то. И тебе так нравится, и ты стоишь, и ты так благословен. И как-то и тема прямо для тебя подходящая, и так все хорошо, и так ты эмоционально раскрываешься. Думаешь, да, точно, точно, точно. Но потом все это проходит, и эмоции идут на спад. И вот тогда-то и начинается все самое-самое главное. Самое главное. Не случайно. Вот у нас сегодня в конце нашего уже богослужения будет еще одно обновление завета. Мы как в последнее время обновляем завет. Вот еще одна пара в церкви, которую мы венчали 20 лет назад. Вот у них как раз в эти дни, 20-летие. И вы знаете, когда люди повторяют, я помню, вот у нас были в последнее время обновления завета, люди читают клятвы, повторяют клятвы, обновления. И если сравнить, как люди только-только, когда молодые, женятся, да, они тихоще скажут. А сейчас уже так внимательно текст прочитывают, думают, стоит, не стоит это произносить, готов ли я это исполнять. Потому что вот тогда вот так вот все, вот так вот все. И вот, ой, да все, да я, да что, да всю жизнь, да пока смерть не разлучит. Сейчас проходит время, и когда уже смерть, это уже не просто теория, а уже так уже за горами видится, ты думаешь, вау, готов ли я с этим человеком в действительности состариться и воспитывать не только детей, но и внуков. Готов ли я? Когда уже вот таких эмоций, вот ничего нет уже, и ты начинаешь понимать, что это твоя жизнь, твоя единственная жизнь, которую Господь дает тебе. И вот Петр, он точно так же, да, да, я готов ради тебя, все соблазнянцы, но не я. И он, как вот написано, с большим усилием. Просто вот тут он, он не просто так сказал, так, он с усилием большим это, он такой же был. Вот он из всех апостолов, разные апостолы начали разные церкви же, да, конфессии, там, Фома либеральная теология, там, он все сомневается, что-то вот ему все как-то не очень. Вот, а Петр это родоначальник харизматов. Некоторые думают, что католиков, но это неправда. Вот, он такой харизмат, вот он все говорил, потом думал. Вот, отчим был искренним человеком, очень харизматичным человеком. И вот смотрите, это же глава, 14 глава, 65 стих. И некоторые начали плевать на него. Вот между, хотя вроде бы одна глава, но между тем, что мы сейчас читали, и тем, что сейчас будем читать, все изменилось. Христос был предан, его взяли, арестовали, плевали на него, и закрывая ему лицо, ударяли его и говорили ему про реки, и слуги били его по ланитам, по щекам. 66 стих. Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника, и увидев Петра, греющегося, и всмотревшись в него, сказала, «И ты был с Иисусом Назарянином?» Но он отрекся, сказав, «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь». И вышел вон на передний двор и запил Петух. Служанка, увидев его, опять начала говорить стоявшим тут, «Этот из них?» Он опять отрекся. Спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру, «Точно, ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно». Он же начал клясться и божиться, «Не знаю человека сего, о котором говорите». Тогда Петух запел во второй раз, и вспомнил Петр слово, сказанное ему и Иисусом. «Прежде, нежели Петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня». И начал плакать. Вот смотрите, интересно, что когда Иисус предсказывал, Он говорил, что ты трижды отрекешься от меня. Но Иисус не предсказывал, покаяться Петр после этого или нет. Правда же? Бог знает заранее, но это наша жизнь, и мы с вами делаем выбор, понимаете? Мы с вами делаем выбор. И вот наступает ночь, когда Христа предают. Ночь, конечно, в Библии – это некий символ. Символ темноты, символ страха, символ тесных обстоятельств. Когда день, легко быть с Иисусом, но когда наступает ночь, когда тебе за то, чтобы быть верующим, приходится платить какую-то цену, к сожалению, многие отрекаются. И отречение-то не только, когда тебя спрашивают, послушай, а ты же верующий. Да нет, я вообще не христианин. Может быть, такие за всю свою жизнь верующие не сталкиваются, но мы предаем Христа, когда мы предаем Христа. Когда мы говорим устами одно, а в жизни делаем другое. Когда мы приходим на собрание в воскресенье и поем, что Иисус – имя всех выше. Потом выходим с собрания и служим совсем другим богам. Когда мы погружаемся в суету, когда для нас христианская вера превращается в что-то формальное. Когда мы начинаем жить нечисто. Мы понимаем, что мы живем нечисто. Мы понимаем, что нашими поступками мы Иисуса предаем и предаем нашу веру. Мы понимаем, что мы делаем не то. И думаем, что да, это надо покаяться, но как бы не сейчас мы это все откладываем на потом. Все это предательство Иисуса. Как будто мы никогда таких громких слов не говорили. Да, я готов идти за Иисусом. Да, я готов всю жизнь посвятить Ему. Да, теперь у меня новый путь, путь новой жизни. Путь жизни с Господом. Все эти громкие слова как-то позади, а впереди конкретные ситуации. И мы в чем-то идем на компромисс, на что-то закрываем глаза. Думаем, ну, такие мы. Такие мы несовершенные. И проблема-то в том, что порой мы боимся, как бы вот, если мы так будем жить, там вдруг в ад попадем, как будто только один ад и может нас остановить. А в действительности ведь происходит намного более страшная вещь, которая не когда-то в будущем там ад, а в настоящем происходит. Без святости никто не увидит Господа. То есть наша вера постепенно входит в сферу формальных религиозных обрядов и ритуалов. Когда форма есть, а содержание улетучивается. То есть общения с Богом нету. Молитва есть. Причем это могут быть молитвы. Религиозные формы есть разные. Есть такие спокойные молитвы. Есть церкви, где вообще только на сцене говорят, а там в зале молчат. Есть церкви, где в зале орут сильнее, чем на сцене. И порой мы думаем, вот, если там в зале молчат, это как-то вот религия. А если орут, о, это огонь веры. Это две разные формы. Просто две разные формы. И ничего более. И пустота может скрываться как за одной, так и за другой. Не случайно, когда, вот, я помню, слушал, когда курсы, как проповедовать, и говорят, что когда человек лицемерит, когда лицемерите, когда, например, проповедник лицемерит, и когда, например, он говорит то, что сам не исполняет, то он может это проявлять двумя путями. Либо он начинает так, скучно бубнить, как будто сам не желая слушать, что говорит. Понимаете, если у тебя такой диссонанс между жизнью и твоими словами, как этого избежать-то? Либо как бы ты говоришь, сам не хочешь слушать, либо наоборот, в гневе так начинаешь обличать, потому что ты, по идее, понимаешь, что ты так не живешь, но ты же не можешь жалиться на себя все время, вот ты начинаешь жалиться на других. И так вот то, что мы называем огненной опробовать. То есть лицемерие, оно может быть как бу-бу-бу-бу-бу, это просто две разные формы и ничего больше, понимаете? Просто разные формы. И вот мы начинаем жить такой жизнью, у нас вроде форма такая, мы думаем, ой, у нас церковь огненная, мы такая новая церковь такая, мы не какая-то такая обрядов-ритуальная, мы такая харизматическая церковь. И мы как бы прячемся за динаминациями, за какими-то учениями, за какими-то мощными проповедниками, потому что если у тебя лично нет живого общения с Богом, то все это просто антураж внешний и ничего больше. Это лишь названия, красивые, правильные, новая жизнь, новое поколение, слово жизни, слово истины, слово веры, красивые такие названия. Ты за ними прячешься, но у тебя ни жизни, ни веры, ни истины. Ничего за этим не стоит. Что у тебя за этим стоит? Поэтому мне так нравится, что в Библии Бог стремится, чтобы каждый из нас высветил личные отношения за Господом. У тебя они есть? Мы порой думаем, там вот у ближнего есть, там у лидера, у пастора ли есть? У пастора есть, все нормально, могу ходить в церковь. Но слава Богу, что у пастора есть, а у тебя, а у тебя, скажешь, у меня пастор ночь. Вы знаете, когда вот ночь, когда мы засыпаем вот в этой ночи, то есть я имею в виду духовно засыпаем, то Бог не оставляет нас, Бог не ставит на нас крест, Бог не махает на нас рукой. Когда мы засыпаем, то звенит словно будильник. Это будильник, крик петуха, чтобы нас разбудить. Этот крик петуха может быть совершенно разный. Это может быть проповедь, которая вдруг вот ты пришел, и сколько раз вот, ну, люди на меня обижались, им кажется, что кто-то, лидер домашней группы, все про них рассказал. Сколько таких случаев было. Моя жена, вот она здесь присутствует, она знает, что я вот такой человек, мне бы иногда и вникнуть, да я вот не вникаю. Если вы думаете, что мне там кто-то рассказывает, я вообще вот нелюбопытный до чужих тайн человек. Вот вообще. Мне как пастору, конечно, приходится порой выслушивать, и исповеди в том числе, но чтобы у самого у меня был такой любопытств, вот хочу узнавать. Вот как есть некоторые люди, им все интересно. И они все узнают, а потом по секрету всему свету. Вот слава Богу, у меня есть свои слабые стороны, но не сплетни. Почему? Потому что я очень мало знаю плохой информации. Я в нее не вникаю особенно, в эту плохую информацию. Вот. Но, конечно, а почему же ты говоришь для меня? Да потому что звонок, крик петуха. Для тебя. Крик петуха. Но что интересно, вы знаете, вот важно быть внимательным, потому что ты можешь услышать этот крик петуха не только там через мужей Божьих, через самые неожиданные вещи. Ты можешь услышать там через какие-то там диалог в фильме, через книгу, которую там читаешь перед сном. Бог может словно обратиться к тебе, чтобы потрясти тебя. У меня много раз в жизни было, когда вот словно Господь обращается ко мне, чтобы меня разбудить. Вот смотришь духовно, начинаешь дремать. Я помню, там летел в самолете, взял какую-то книгу, просто, это даже, даже была книжка не христианская, просто такая интересная книга, начал читать ее в самолете, ну так думаю, в самолете, вот взял такую книгу, которую можно читать только в самолете, потому что, ну что там еще делать в самолете? Взял ее, начал читать, и словно вот крик петуха к моему сердцу, Бог стал говорить, я сижу, он еще так неудачно сел, там как-то нельзя было зарегистрироваться заранее, там был такой рейс, вот такая компания была местная, в общем, я не мог, и мне попался уже место, когда я сидел, три места, а я в середине, там два человека по бокам, я сижу посередине, меня Бог касается, я сижу, плачу, они на меня смотрят, как на дурачка, плачу, каюсь перед Богом, говорю, Господь, вот точно вот это, вот что я должен делать, это что я не делаю, у вас были подобные вещи, и нас же всех вот особенно, я не знаю, как сейчас, но в советское время нам всем маленьким мальчикам, везде в школах, да даже в детских садах говорили, мужчины настоящие не плачут, да, было же такое, да, мужчины не плачут, мужчина, он так уперто, начал глупость, да делает глупость до конца, неправда, Петр плакал, Петр плакал, и поэтому бывает вот такой звонок к тебе, из разных вещей, или человек что-нибудь там тебе, там по телефону сказал, или верующие там встретились, в самом неожиданном месте, там день, на улице, и он говорит, ой, слушай, там что-то такое сказал, ушел, и словно Бог к тебе проговорил, Бог к тебе проговорил, и вы знаете, что еще очень важно, вот почему я именно эту историю прочитал, по Евангелию от Марка, Марк показывает, что вот это крика петуха, было больше, чем один крик, потому что когда бывает Бог, вот у вас бывало так, ты вот спишь, будильник зазвенел, и ты такой думаешь, еще пять минут, бывало, да, еще пять минут, и сейчас такие будильники есть, вот у меня такой будильник, там две кнопочки, одна кнопочка, чтобы его отключить, а вторая кнопочка, ты его отключаешь, чтобы он тебя не тревожил, но он через пять минут снова позвонит, да, сейчас вот такие же, современные будильники, вот все, вот, и ты обычно такой просыпаешься, и ты чувствуешь, что ты еще не доспал немножко, и как правило, всегда нажимаешь на вторую кнопку, что типа я готов встать, но немедленно еще немножко, вот поспишь, и вот ты нажимаешь на вторую кнопку, потому что, ну не сразу мы просыпаем, хотя обычно всегда я ставлю будильник так, что мне надо сразу встать, вот, то есть ты не подразумеваешь еще пять минут, но утром думаешь, наверное, сегодня пробок будет меньше, и я успею, и нажимаем, что еще пять минут, вот, насколько Бог терпеливый и многомилостивый, когда Он к нам обращается, и мы не отзываемся, а продолжаем отрекаться, Он не говорит, ну все, что с тебя взять, и отворачивается, Бог снова и снова обращается к тебе, обращается к твоему сердцу, вот почему, я не знаю, как вот для вас, для меня одно из наших прошлых собраний, это было вот то откровение, которое меня, вот вроде бы много раз читал я это местописание, а вот я вот в очередной раз его прочитал, условно Бог проговорил ко мне, это помните первая глава, первый стих послания к евреям, Бог многократно и многообразно говоривший, вот Бог не один раз сказал и все, один раз сказал и все, как вот есть такие, там даже конференции, и там такие названия, одно слово от Бога изменит твою жизнь, и ты все, вот слово прозвучало, ты его не исполнил, ну все, капец, значит, ничего у тебя в жизни хорошего не будет, я так рад, что Бог говорит не одно слово, а Бог говорит многократно, многократно, Бог будет нас многократно, вот пошел, не услышал, и еще раз, ты скажешь, и там не услышал, и еще раз, многократно и многообразно, через разные, разные ситуации, обстоятельства, беседы, музыку, фильмы, письма, книги, правда же, начинает к тебе, начинает к тебе стучаться, начинает к тебе стучаться, чтобы что? Чтобы пробудить тебя, пробудить тебя, и вот знаете, вот сейчас вот вечер, все такие нарядные, красивые, немножко усталые, все дни же не воскресенье, не с утра пришли, после работы многие пришли, вот, но для кого-то, и это собрание, это как звонок с небес, как еще один крик петуха, что ты делаешь? Проснись, 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 и крик петуха, он же предвещает утро, что ночь проходит, день грядет, даже на Руси поверье было, что с криком петуха вся нечисть оставляет землю, поэтому, когда петух кричит, когда Бог кричит, значит, новый этап начинается в твоей жизни, тебе важно это услышать, тебе важно услышать, и не нажать снова, что на отключение, а услышать, проходит время, снова звонок, услышь, скажешь, да, 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 вот еще пять минут, погрешу, еще чуть-чуть, подремаю, парочку раз еще, отрекусь, снова звонок, снова крик петуха, давай, давай, вы знаете, вот мне эта история показывает, насколько же наш Господь великий, многомилостивый, Он будет и будет нас, будет и будет нас, будет и будет, проповедуешь, смотришь, Бог только-только начал, только начал просыпаться, снова заснул, следующее воскресенье опять, думаешь, а, точно, точно, Господь, Господь в четверг снова, смотрит, и все-таки закрывал носом, снова и снова, для чего? Чтобы ты проснулся, чтобы ты вышел из этой ночи, Павел говорит, мы не дети ночи, мы дети дня, правда же? Чтобы исполнять не дела тьмы, а дела света исполнять, посмотри на свои дела, что там, ночь или день, тьма или свет, и это не потому, что там рай или ад, вот еще успею, покаюсь, слава Богу, если успеешь, ведь дело-то, я опять-таки говорю, не в будущем, не только в грядущей жизни, дело вот в этой жизни, неужели не надоедает вот так жить по стихиям мира, неужели не надоедает вот жить так, как этот мир живет, Бог нам дал живеть не в будущем, сейчас новую жизнь, и эта новая жизнь не в том, что ты теперь на собрания ходишь, новая жизнь, что ты имеешь общение с Ним, что ты можешь наслаждаться Его миром, в то время, когда там люди проклинают друг друга, народ идет на народ, царство на царство, ты можешь находиться в мире Божьем, когда злоба везде, у тебя может быть любовь в сердце, вот в чем новая жизнь, когда люди опустошены, ты соединен с Богом, и соединен с Ним каждый день, вот она новая жизнь, и Бог тебя для нее будет, скажешь, что у меня будет, я и так в церковь хожу, это же не лишь внешние выражения новой жизни, внутри-то за этим что-то есть или нет, поэтому некоторые говорят, вот вспоминают свои громкие слова вначале, как Петр, если бы Петр вспоминал свои громкие слова, что он там говорил, да мало ли что говорил, я вспоминаю, когда мы там 20 лет назад, когда церковь наша только-только была в этапе становления, что мы говорили, слава Богу за то время, и слава Богу, что оно прошло, сейчас это уже время любви, после влюбленности, время зрелости, когда мы служим не от эмоций, очень многие люди, они в эмоциях побыли, и их вот в этих же 90-х издуло из церкви, почему эмоции пришли, эмоции ушли, в 2000-х тоже приходили, эмоции заканчивались, вера заканчивалась, а есть такие люди, которые приходят, и у них вот этот якорь Божий, и он понимает, да, есть разные в жизни этапы, и в моей жизни, и в жизни нашей церкви, но Бог, Он единый и неизменный, и я теперь нашел Его, а точнее Он теперь нашел меня, и у меня новая жизнь, которая намного больше, чем эмоции, и прочее, прочее, прочее. И вот посмотрите, уже в другом Евангелии, Евангелие от Иоанна, самая последняя глава, 21-я глава, когда, смотрите, Иисус после своего воскресения, 15-й стих, когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр же вот, не случайно к нему был такой вопрос, это же он ведь, все отрекутся, а он нет. Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси агнцев моих. Еще говорит ему в другой раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? вот не, этот диалог с Иисусом не походил на разнообразную беседу, одни и те же вопросы. Петр говорит ему, да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси овец моих. Говорит ему в третий раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр опечалился, уже чувствует Петр, что-то не то. Не то, что Иисус не расслышал, как бывает, вот бабушка старая, ааа, там, бывает уже звонишь, там, бабушке, когда звоню, и по несколько раз, что не слышит, но Иисус тут, он слышит, все. Любишь ли? Да, Господи, люблю. А любишь ли ты меня? Да, Господи, а ты меня любишь? Думаю, что-то не то. Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня? Сказал ему, Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, Иисус говорит ему, паси овец моих. Вот смотрите, как трижды отрекся Петр, так же трижды прозвучал вопрос. Трижды. Истинно говорю тебе, истинно говорю тебе, 18 стих, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. Когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказал же этот, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога. И сказав сия, говорит ему, иди за мной. Вот смотрите, порой для нас свобода – это делать, что хочу, ходить, куда хочу. И вот он говорит, вот ты был молод, ходил, куда хотел. Настоящая свобода – это не делать, что хочешь. Настоящая свобода – это отдать себя для того, чтобы Бог через тебя совершил свои цели. Поэтому можно быть свободным, даже когда, смотрите, другие припоясывают, ведут куда не хочешь. Самое главное – это не делать, что я хочу, чего не хочу. Люди, которые во всем руководствуются только своими желаниями, никогда не смогут исполнить его любовью, потому что порой Господь желает не того же самого, что ты хочешь. ну кто из нас хочет, чтобы его припоясали и повели? И мы знаем, что это было пророчество, пророчество, потому что свобода, да, это идти за Иисусом, вот как в 19 стихе Иисус закончил слова Петру «Иди за мной, иди за мной». И для Петра эта история была уроком, и уже в Евангелии этого нет, но предания церкви говорят, что Иисус, извините, Петр, он пострадал за Иисуса, и он также был распят, причем он сказал перед распятием, что я не достоин быть распятым так же, как мой Господь, и его распяли вниз головой, он был распят. Но это не означает, что после этих слов Петр стал совершенным, и в деяниях мы еще читаем, что Павел обличал, точнее в посланиях, мы читаем апостола Павла, что он обличал Петра в лицемерии. Петр не стал совершенным, но он получил настоящий урок, что вера это не просто такие красивые слова или громкие обещания и заявления, это то, что мы должны пронести через нашу жизнь, особенно, когда в жизни наступает ночь, в жизни наступает тьма. Очень многие люди Бога оставляют именно когда они входят в ночь, когда они не видят света, когда они не чувствуют поддержку, вот тогда они начинают отрекаться, 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 отрекаться. Может быть, у кого-то, кто сейчас здесь находится, сейчас не самый легкий период жизни, хотя вроде бы на улице сейчас лето, еще у нас последние денечки июля, и до сих пор он светло еще на улице, и слава Богу, у нас как-то потеплело наконец, а может быть, у тебя в жизни далеко не тепло, а холод остается, далеко не светло, темнота за твоими окнами, тяжелые вещи, и мы так в это погружены бываем, вот мы так в это погружаемся, что даже когда мы приходим в церковь и слушаем проповеди, или когда открываем Библию, начинаем читать, мы ждем от Бога только одного, ответа на решение наших проблем, мы словно не восприимчивы, ни к чему остальному, вот у тебя сложность, сложная ситуация, все, тебе нужно решение, а все остальное потом, вот есть наша жизнь, и мы словно все время Бога приглашаем, чтобы Он пришел в эту нашу жизнь, и все наладил, а на самом деле происходит наоборот, Бог тебя в свою жизнь приглашает, я говорю, не Боже, давай ты в нашу, Бог говорит, я жизнь, я жизнь, да, Господь, это хорошо про отношения с тобой, когда все нормально, а когда вот столько проблем, как у меня, то для меня отношения с тобой, это знаешь, сто первый вопрос, и мы словно вот этот не слышим, что Бог нам говорит, мы все приходим к Нему вот с этим, с нашим, давай, 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 Господь, давай, смотри, давай, 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 такое чувство, что мы тут вечно собираемся жить прям, Бог говорит, послушай, у меня есть решение, но это решение, это совсем новая жизнь, давай-ка ты в нее, давай, ищи моего царства и правды, скажи, Господь, вот именно сейчас, когда у меня такие проблемы, когда я столько должен всего в жизни искать и добиваться, я не могу искать Твоего царства, вот потом разгребут проблемы, вот тогда начну, но не сейчас, кому-то Бог говорит, вот время для тебя, вот с сентября идти на библейские курсы, скажешь, ой, я всегда этого хотел, но такой сейчас год тяжелый, у нас трудности, у нас тут санкции, у нас экономические, словно там что-то с валютой непонятное, там с работой непонятное, вот разгребу эти проблемы, вот посвящу однажды год изучению Библии, познания Бога, но извини, Господи, не сейчас, а сейчас, Господи, помоги мне вот в этом, и у Бога есть свой путь, а ты ему предлагаешь свой путь, и все, что тебе нужно от Бога, это только благословение, то есть по сути, тебе нужен не Бог, тебе нужно Божье, а Бог желает тебе дать самого себя, не меньше, Он дает тебе свою жизнь, Он дает тебе себя, и что интересно, когда мы приобретаем его, то многие проблемы, где нам нужна была Божья помощь, мы теперь понимаем, что вообще нам даже и не надо туда, нам и решать-то их не надо, потому что совсем не то, ради чего стоит жить, меняются ценности, меняются все эти приоритеты, и в самом конце вернемся в Евангелие от Марка, 13 главу, и вот смотрите, мы читали до этого 14, сейчас немного пораньше, 13 глава, притча Христа, и вот Иисус говорит, 34 стих, подобно как бы кто, отходя в путь, и оставляя дом свой, дал слугам своим власть, и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать, вот что Бог прежде всего нам приказывает, бодрствовать духовно, и так, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером, или в полночь, или в пении петухов, или поутру, чтобы придя внезапно, не нашел вас спящими, а что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте, сейчас у нас как-то вот считается, день начинается с утра, мы знаем, в то время день начинался с вечера, день начинался с вечера, и вот пение петухов было перед рассветом, и часто очень многие вещи в нашей жизни начинаются с темноты, это словно вот то испытание, через которое мы должны пройти, казалось бы в темноте ничего не видно, и мы в таких иллюзиях, никто не видит, и Бог не видит, а на самом деле Бог-то видит все, и что ты делаешь при свете, и что ты делаешь в темноте, темнота, время, когда так легко отречься, думаешь, а, это именно вот тот момент, пройди через темноту, начинается часто, вот многие вещи в жизни, начинаются с трудностей, начинаются со сложностей, и Бог говорит, бодрствуй, не знаешь ни дня, не знаешь ни часа, когда ты слышишь пение петухов, знаешь, что Бог тебя пробуждает, самое главное, посмотри на своего внутреннего человека, в каком он состоянии, бодрствует ли он, потому что, если у тебя в жизни все вроде бы хорошо, все нормально, но внутри ты заснул, это ужасно, а если внутри ты бодрствуешь, то не так и важно порой, что там происходит во внешней жизни, потому что любящим Бога, бодрствующим, открытым перед Ним все будет задействовать к благу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова